Личная жизнь актрисы Сьюзен Сарандом. Она стала звездой в 40 лет, а в 46 родила ребенка. Потом был Оскар, ей тогда исполнилось 50. Сегодня ей 75, но это, наверное, какая-то ошибка. Она по-прежнему выглядит кудрявой, непокорной девчонкой, но разве что немного повзрослевшей и ведет себя соответственно. Княет на велосипеде, веселится на вечеринках, обожает блузки с декольте и украшает себя татуировками. Ее девичья фамилия Томлин. Сарандон она стала в 20 лет. Вышла замуж за Криса Сарандона. Парень учился вместе с ней в университете и без свидетельства о браке влюбленных не поселили бы в одной квартире в студенческом кампусе, ведь это был университет для католиков с очень строгими правилами. Крис стал для юной Сьюзен первым мужчиной, а еще лучшим другом. Именно благодаря Крису появилась актриса Сьюзен Сарандон. Ее молодой муж однажды отправился на прослушивание. Она пошла с ним поддержать. В итоге ее пригласили сняться в фильме «Джо», где рыжеволосая красотка сыграла центральную роль – девушку-хиппи. В 60-х эта тема была очень актуальна. Ее заметили, время от времени снимали, но знаменитой в те годы Сьюзен не стала. До славы было еще далеко. Позднее актриса рассказывала о тех чувствах, которые привели к разводу с Крисом. Мне не нравится это ощущение, будто люди вступают в какую-то должность и отныне подчинены друг другу. Мне просто нравится просыпаться с тем человеком, которого я выбрала. Я верю в любовь и доверие. В 32 года Сьюзен познакомилась с французским режиссером Луи Малем. Снималась в его фильме «Прелестное дитя». Он был старше на 15 лет. Не помешала Сьюзен проникнуться сильными чувствами, хотя и ненадолго. Именно Луи Малю она обязана тем, что ее карьера резко взлетела вверх. Это произошло после фильма «Атлантик Сити». Драма мгновенно стала успешной. Сарандон сыграла в ней официантку казино, втянутую мафией в неприятную историю. Эта роль принесла ей признание. Сарандон номинировали на премию «Оскар». А потом в ее жизни появился Дэвид Боуи. Правда, отношения с певцом Сьюзен долго скрывала. Только спустя много лет журналисты узнали об этом романе от подруги-актрисы Лисы Маккарти. По словам Сьюзен, которой пришлось рассекретить давние отношения, Боуи очень хотел детей, а она не чувствовала себя готовой к материнству. В семье Сьюзен было 9 детей. И ей, как самой старшей, приходилось постоянно возиться с младшими братьями и сестрами. И за дня в день жить их проблемами. Так что вопрос материнства она даже не рассматривала. Поэтому наш с Боуи роман был просто интрижкой. Но Дэвид классный, очень умный и талантливый. Сьюзен вела активную жизнь. Много снималась, ездила по свету, знакомилась с мужчинами. Одним из ее приключений стал итальянский режиссер Франко Амури. Их римские каникулы совершенно неожиданно сделали Сьюзен мамой. Дело в том, что еще в юности врачи объявили. Она бесплодна. И девушка никогда не задумывалась о предохранении. Но ведь давно известно у судьбы свои планы на каждую из нас. И с врачами она обычно не советуется. Узнав о том, что беременна, 39-летняя Сарандан решила, она будет матерью-одиночкой. Ведь с самого начала было понятно, их с Амуре отношения просто мимолетный роман, увлечение. Так на свет появилась маленькая Ева. Сьюзен уже была популярной и востребованной актрисой, когда на съемках фильма Дархэмский бык познакомилась с молодым актером Тимом Робинсом. Несмотря на разницу в возрасте, Тим был почти на 20 лет моложе. Они быстро поняли, что совпадают буквально во всем и стали жить вместе. Пусть они так и не поставили штампы в паспортах, это был самый настоящий брак со всеми правами и обязанностями. По крайней мере, оба воспринимали свои отношения именно так. Отважная Сьюзен родила двоих сыновей, когда ей было 43 и 46 лет. Сьюзен и Тим были вместе рекордное для Голливуда время – 21 год. Со стороны все выглядело безоблачно, и поклонники были шокированы, узнав об их расставании. Сама Сарандан объяснила свое решение так. Рядом с Тимом я всегда чувствовала себя глубоко замужней женщиной. Ловушка долгих браков, долгих отношений заключается в том, что человека и свои с ним отношения начинаешь воспринимать как должное. Все, договор подписан, контракт заключен, сделка состоялась. Можно спать спокойно. А я не люблю такое сонное существование. Бунтарская натура актрисы требовала свободы, и она ее себе позволила. Пожалуй, никто не удивился, когда 66-летняя Сьюзен закрутила роман с 35-летним бизнесменом Джонатаном Бриклином. Этот энергичный красавец сразу покорил Сьюзен. Она даже увлеклась игрой в пинг-понг. Ее новый бойфренд обожал этот вид спорта. Джонатан снимал семейные короткометражки на заказ. Именно так они и познакомились. Сарандан пришла к нему, чтобы заказать фильм к юбилею Тима Робинса. Они тогда еще жили вместе. После расставания с Тимом Сьюзен с головой окунулась в новый роман. Они с Джоном стали владельцами сети баров со столами для пинг-понга. Публика перешептывалась за ее спиной. Возлюбленный годится ей в сыновья. Но и эти отношения однажды исчерпали себя. А потом 70-летняя Сьюзен Сарандан сделала сенсационное заявление, признавшись своей бисексуальности. Думаю, можно сказать, что моя сексуальная ориентация не ограничена представителями противоположного пола. Актриса и сегодня остается жизнерадостной, бодрой и активной. Около трех лет назад она приняла участие в женском марше протеста. Выступила против миграционной политики Америки, против ужесточения мер, применяемых к эмигрантам властями. Она была арестована, как и 500 с лишним ее подруг, участниц марша. Об этом Сьюзен рассказала поклонникам на своей странице в соцсети и сопроводила сообщение хэштегом «Женщины не подчиняются». Она и сегодня остается хиповой девчонкой, плюющей на общественное мнение и живущей так, как считает правильным для себя. А еще она нежная бабушка двух внуков, активно участвующая в политической жизни. Когда у нее спрашивают, должна ли женщина быть бойцом, она отвечает, Конечно, обстоятельства жизненной ситуации сделали из современной женщины бойца. Но разве это так уж и плохо? Современная женщина может выбирать, а это не так уж и мало.